Гардироб одной девушки. То есть все модели, они должны сочетаться между собой. Экономист по образованию Наталья Чевычелова закончила профильные курсы и, получив разряд портного закройщика, решила открыть свое ателье. Начиналось все в какой-то лимитированной коллекции. Мы отшивали сначала одежду, ту, которую я бы сама носила, выставляли ее в магазин. Если она хорошо продавалась, отшивали всю размерную сетку. Какие-то более удачные модели мы делали, варианты в другой цветовой гамме. Ну и вот как-то так наши клиенты становились дальнейшими нашими друзьями, приходили с нами советоваться, какая модель платья подходит, какую ткань лучше взять. И уже постепенно мы стали переходить больше к индивидуальному пошиву. Одним из главных элементов в пошиве изделия, конечно, является выбор ткани. Изначально было, что мы самостоятельно подбирали ткани, подбирали ткани, ориентировались на определенные цвета, которые будут модны в этом сезоне. Многие магазины тканей сейчас у нас вообще очень радуют, тем более они сейчас стали нашими друзьями и привозят очень интересные ткани. Видите, я вижу, у нас что-то знакомое, если вот так вот приложить. Да, да. И определенный эскиз, который тоже нарисован. Ну, во-первых, расскажи по эскизу, да? Как это все происходит? Процесс такой коллективный, каждый предлагает определенную модель данного платья, мы совещаемся и в итоге выбираем там несколько моделей, и вот так вот получается новое изделие. Наталья признается, есть стойкий стереотип о дороговизне изделия, которые шьют по индивидуальному заказу. На своем примере доказывает обратное. Мы исходим из того, что лучше чаще менять, то есть, допустим, каждую неделю покупать себе новое платьишко, или каждую неделю заказывать шить одно платьишко, поэтому цена не намного выше, чем в масс-маркете. Сколько стоит платье, которое на тебе? Ну, если с учетом работы, с учетом ткани использования в модели, то около там четырех тысяч. Неудивительно, что индивидуальный дизайн и пошив нарядов довольно актуален сейчас, а во время повсеместной экономии настоящие модницы не упускают шанса обучиться мастерству и с удовольствием посещают курсы шитья.